мир вашему дому мир моему дому приветствую всех на канале эдемский сад сегодня я снимаю видеосъемку о рождественнике кактусовом который называется зига кактус шлюмбергера вот так его выглядит первый цвет который он выпустил на самом боковом отростки черенки побеги скажем побеги посадила я его вот вот такими двумя листьями такими двумя звеньями вот из таких двух был он был он получила я его вот такой двойной двойной один в эту сторону 2 содержал другой в эту сторону 22 листа содержал я их посадила в апреле 2021 года сначала я черенки поставил в воду они у меня неделю в воде простояли со всеми черенками которые я получила для посадки черенкованием значит нижние части отломленные от стебля у них немножечко закисли можно так сказать простонародным языком засопливились у них появилась такая жидкая тягучая жидкость на концах их них отростков что означает что они готовы уже к черенкованию продержала я их еще раз повторяю неделю садила я в апреле месяце сначала я посадила один этот черенок раздвоенный вот такой вот раздвоенный два в одну сторону листа два в другую на стебли потом он у меня подрос я его опять откопала разделила на два теперь у меня два самостоятельных цветка один у меня в другом горшке остался на подоконнике но и в другом ролике я показывала что у меня они два и скоро зацветут значит набрал бутон он в начале ноября расцвел он воскресенье воскресенье бутон раскрылся расцвел это значит для меня когда раскрылся раскрылся он воскресенье сегодня вторник и он почти весь уже стоит цвету вот у него на кончике еще что-то там красненькая виднеется не знаю еще он эти листья выпустит или нет далее что хочу подчеркнуть до сентября месяца даже до октября месяца я его держала здесь на юго-восточном подоконнике рос он активно поливала я его равномерно поливала как и все цветы не соблюдая тех правил которые цветочницы рассказывают что дождитесь совсем сухой земли лето было жаркое пересыхал он быстро и полив получал почти через день через два поэтому вырос активно и зацвел в этот же год то есть через пять месяцев он зацвел через шесть месяцев в мае я его посадила в горшочек в землю июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь на 6 месяц он зацвел в этот же год второй цветок который у меня стоит другом горшочки еще бутонов не набрал поэтому я ничего не могу сказать зацветет он или нет тот другой в следующем ролике я его поставлю вместе для наглядного доказательства что из из двух черенков одновременно разделенных пересаженных несколько раз вырос вот такой активный здоровый со здоровыми листьями самостоятельный цветок кактус шлюмбергера вот здесь тоже почки но выдадут они цвет или не выдадут это покажет время вот здесь вот уже она набухла ее видно эту почечку вот даже видно что даже видно что он сейчас наведу камеру хорошо даже видно что он выпускает цвет видно вот видно так и все остальные которые будет видно по мере его цветения сколько он стоит в цвету буду наблюдать за ним потому что самостоятельно выращиваю я рождественник первый раз не соблюдая всех технологических правил цветочниц которые все это рассказывают где ему плохо как ему плохо как его надо поливать как его надо высушивать единственное что я применила из всех правил в октябре я его перенесла на юго-юго-западный подоконник здесь у меня юго-восточный здесь у меня солнце всходит а там у меня солнце заходит и после второй половины дня там солнце появляется а первую половину дня там нет и там у меня подоконник окно и дверь это выход на лоджию и он значит температура там прохладная хотя под ним и батарея но температура от стекла прохладная и вот он значит расцвел хотя он путь бутоны бутоны набрал даже здесь на этом юго-восточном окне при при температуре 18 градусов до того как отопительную систему включили ее включили у нас 20 октября и он до 20 октября стоял здесь тоже ему такая температура была природная для для его ухода в цвет но 15 12 10 градусов не было потому что я сама живу в этой комнате и зачем мне в холоде замерзать имея цветы на подоконнике зачем мне это делать если у меня не кит не теплица а комната поэтому довожу до до сведения кто выращивает в любых комнатных условиях приучайте цветок к вашим комнатным условиям добивайтесь от него цветения у любого кактуса у любого рождественника шлюмбергера у любых цветов ваших комнатных условиях потому что не у всех южные помещения не у всех северные и не у всех а жилые помещения у всех и если мы называем комнатный цветок значит он должен у нас свести в той температуре при которой удобно жить вместе с человеком комфортно человеку ходить и значит в одежде в своем помещении не в шубе и не в куртке потому что если 12 15 градусов это уже надо ходить комнате в куртке а если у вас 20 и 24 градуса то вы просыпаетесь в ночнушке в пижаме одеваете кофточку с короткими руками и как летом дома ходите в теплом помещении поэтому вот я вам свидетельствую что в моей комнате плюс 24 градуса кактусовый стоят на подоконниках над батареями единственное что зацвел он у меня в другом месте на другом подоконнике на балл на налоговую подоконник окно с лоджией там более прохладной и в той комнате большая комната зал там вообще прохладнее чем в этой в спальне в маленькой поэтому я стараюсь выращивать цветы в тех условиях которых проживаю сама не цветом делаю условия а цветы приучаю к моим условиям вот так у меня значит растут все глоксинии все пеларгонии из семян выращиваются и как я уже сказала сегодня у нас 30 ноября а у меня вот глоксиния третий четвертый круг набирает бутонов набирает активно бутоны она это значит глоксиния импресс синие чернила рядом стоит в цвету глоксиния микс пары микс парк вот значит она цветет уже вторым кругом я это называю потому что она сбрасывала весь цвет и снова набирала и сейчас она перешла уже стадию собирание семян вот она сама фарм формирует коробочки сама формирует держит цвет держит свой бутон на короткой цвета ножки на короткой цвета ножки держит свой бутон здесь у нее здоровые зеленые молодые листья которые тоже будут расти потому что ей еще только пять месяцев 5-6 месяцев с июня месяца июль август сентябрь октябрь ноябрь 5 месяцев 5 я все время забываюсь извиняюсь и рядом стоит глоксиния лавандовая на ней одновременно шесть цветоносов шесть цветоносов и одновременно она набирает с ними с цветениями еще у нее активных три бутона эти только маленькие выходят и там внизу значит она уже пойдет вот это теми бутонами она пойдет по четвертому кругу как вот это вот сейчас идет на четвертый круг на активный это цветет вторым кругом глоксиния импресс параллуп цветет вторым кругом по второму кругу а лавандовая уже цветет по третьему кругу а это будет у нее бутоны выйдут уже я называю четвертый круг также она теперь потому что ей уже пять месяцев уходит в коробочке вот она сформировала активную коробочку я показываю ее цветоводом чтобы знали когда глоксиния дает семена обязательно она дает семена потому что я за ней следила все и все лето сколько она у меня цвела цвела на у меня с августа месяца и все время я проверяла ее пестики и тычинки в семена она не уходила а теперь вот она уходит в коробочки тут даже две коробочки потому что с одной и с другой стороны она сама формирует коробочки вот пистик стоит а это тычиночки 3 с одной стороны 3 с другой ушли на две коробочки следующий смотрим цветонос что у нас там как она формирует коробочки здесь она тоже формирует здесь уже три коробочки она формирует вот первая коробочка рядом стоящие два две тычинки семенами здесь с этой стороны две тычинки с семенами и здесь с этой стороны одна тычинка и на ней семена формирует коробочку сколько в них будет проверяем следующий цвет идем во внутрь и проверяем раскрываем цветок наводим камеру и смотрим вот стоит тычинка вот стоит пестик вот тычинки собрались в одну коробочку а это тычинка отдельно осталось она формирует самостоятельную коробочку эти три штуки собрались в одну коробочку а четвертая формирует сама себе коробочку следующий навожу камеру здесь пестик стоит отдельно пестик стоит отдельно здесь уже там три тычинки делают коробочку а здесь с этого боку две тычинки делают коробочку и последний цвет открываем проверяем здесь все тычинки сформировали одну общую коробочку вот пестик стоит рядышком они так удобно раз два три 4 5 все пять тычинок формируют одну общую коробочку буду проверять как какое время созревают семена чтобы собрать их и ставлю я ее вот так отдельно вокруг нее вместо чтобы если бутоны у нее цветоносы колокольчики сами упадут они упадут вместе с коробочками чтобы мне не потерять у них не потерять у них семена потому что они могут упасть и я не увижу еще один мы не не посмотрели вот здесь все тычинки стоят отдельно все отдельно потому что он вот так сформировал себя цветонос колокол что вот пестик стоит в середине а тычиночки самостоятельно вот здесь вот видно две в одну вошли здесь тоже две в одну вошли в одну вошли а там две сами себе делают и у меня еще в этом ролике показываю сюжет о пеларгонии павелик пурпурной это отросток черенок он взялся вот этот лист уже стал большим ему всего этому отростку черенку две недели две недели отломила я его от этой самостоятельной пеларгонии которая была уже и в цвету у нее цвет был один был в бутоне один был в цвету вот тот первый был в бутоне вот этот второй был первый был в цвету извиняюсь первый был в цвету в активном много на нем было набрано бутонов на одном на одном цветоносе а этот стоял вот как вот этот вот в бутоне и я отломила от него вот этот вот черенок отломила я его от стебля тут он дал три самостоятельных побега я решила один отломить проверить потому что у меня два самостоятельных цветка у меня есть отдельные значит цветы на которых можно проводить эксперименты вот я провела эксперимент вот этот вот я отломила две недели назад в таком состоянии сейчас не в больном совершенно ничего я с ним не делала ствол не болеет потому что вот уже молодые ли листики пошли побеги и и здесь идет активное цветение в бутонах и в цветоносах и этот уже пошел самостоятельным через две недели он стал черенок взялся и стал уже цветком вот ему только две недели а у него уже возраст куста двухмесячного вот как пеларгонии я выращиваю семян вот сейчас ему значит внешний вид соответствует двухмесячному сеянцу когда у сеянца вот такие вот листья в два месяца три четыре пять листьев и из середины он уже набирает еще здесь уже он набирает еще боковой листочек не боковой а из самого центра выходит он пошел активно расти сегодня хотела я рассказать об этом в основном я конечно хотела рассказать о кактусовом рождественнике ноябристе он у меня теперь ноябрист не декабрист на этом со всеми прощаюсь всем здоровья всем божьих благословений всем желание выращивать цветы красоту для глаз для очей для души и для здоровья и дополнительная забота о цветах придает такие же физические силы нашему организму в домашних условиях какие силы приобретают те люди которые выращивают тепли в теплицах цветы на продажу те же кто выращивают в комнате для себя они выращивают для исполнения божьей заповеди что ухаживайте за эдемским садом чтобы вам было здоровье и не нужно вам покупать цветы а все будет вашем доме сейчас вот глаксини уже дают семена уже мне не надо выписывать которые взялись нет я их могу размножать теперь и семенами и черенками и клубнями потому что когда цветет глаксиния пойдет на покой она даже пойдет на покой сейчас вот конец ноября она весь весь декабрь еще будет цвести и и январь это вот я говорю голословно ничем не доказывая но учитывая вегетационный возраст глаксинии посадила я их с июня месяца и восемь месяцев им будет феврале они должны 8 9 месяцев 10 уходить на покой то есть в июне я их посадила от июня назад май апрель март март февраль вот феврале они на два месяца должны уйти на покой в январе в феврале два три месяца а чтобы уже в марте им начать из клубни активно расти с любовью господа нашего отца сына его иисуса христа зачатого духом святого святым и рожденного девой марии и радости в жизни пожинать плоды которые все написаны в библии все плоды и благословения о господа бога